здравствуйте друзья мои с вами тетя соня сегодня я покажу по вашим просьбам как я делаю зеленую пасту для пит для салатов для маринада ну вот сейчас вы увидите что мы будем делать с питой с той самой зеленой смесью которую я вам показывала питу разрезаем на две лепешки отлично берем ложечку вот эту смесь трав с чесноком с маслом и намазываем питу с мягкой стороны ну и вот наконец-то мы снимаем наши питы еще три штуки вот такая вкуснотища у нас получается как утилизировать как использовать ту зелень которая остается у вас в холодильнике которая еще не испортилась но уже может быть не первой свежести как использовать эту на маску этот соус я показывала своем видео едем на пикник ссылка на это видео в описании а мы с вами начнем итак что такое зеленка зеленка делается из того что есть в доме какие остатки какая зелень уже осталась вы знаете что вы ее не будете в ближайшее время использовать либо зелень которая вот-вот испортится что-то такое вот у меня сегодня здесь смотрите у меня есть полтора пучка кинзы кинза мне уже не нужна в ближайшие несколько дней кинзу я использую прямо со стебельками у них стебли очень нежные разрежу пополам чтобы ему легче было работать дальше у меня тут есть немножко базилика базилик использую листья толстые стволы не использую какой есть базилик есть красный кидайте туда красный есть зеленый кидайте зеленый вся зелень которая есть вот у меня сегодня нет укропа укроп тоже прекрасно уходит в эту смесь так вот у меня есть немножко мяты мяту нужно конечно перебрать потому что она сразу очень быстро портится вот эти черные листики мы убираем а хорошие отправляем в наш блендер закончили с мятой закончили с базиликом у меня есть петрушка петрушку стебли я стараюсь толстые не использовать я вот сначала отрезаю вот эти хвосты не выбрасываю связываю очень хорошо суп потом можно использовать дальше чеснок на полную чашу я делаю смотрите как вы любите любите побольше чеснока любите поменьше чеснока я чеснок не жалею честно вам скажу вот возьму сегодня вот так 5 липочек чеснока и сюда мы отправляем соль тоже не жалеем соли и перец черный молотый перец закрываем чашу и что важно чтобы это не превратилась кашу запускаем на пульсирующем режиме все что делаем дальше стеклянная банка перекладываем туда нам осталось залить все маслом я люблю делать такую смесь оливкового и подсолнечного масла где-то одну пятую часть оливкового остальное подсолнечного вот и все наша зеленка готова закрываем крышкой убираем в холодильник появляется еще лишняя зелень добавляем и используем салаты маринады для хлеба пожарить на мангале на сковороде как угодно приятного аппетита пользуйтесь и не забудьте подписаться на мой канал а